здравствуйте мои подписчики и гости канала в этом видео рассмотрим конструкцию и принцип действия контактных устройств брагоперегонных и брагоректификационных аппаратов основным элементом колонн брагоперегонных и брагоректификационных аппаратов являются контактные устройства на которых происходит масса обмен между паровой и жидкой фазами в настоящее время разработано значительное количество разнообразных контактных устройств в спиртовой промышленности применяются контактные устройства в которых поверхность контакта образуется при взаимодействии потоков пара и жидкости к ним относятся сетчатые колпачковые тарелки со сливными устройствами провальные волнистые тарелки и другие контактные устройства одним из существенных показателей при выборе типа контактных устройств является допускаемая скорость пара в полном сечении колонны другим немаловажным показателем является простота конструкции следует отметить что колпачковые тарелки получившие наибольшее распространение в спиртовой промышленности значительно уступают по этим показателям другим контактным устройством в этом видео рассмотрим конструкцию и принцип действия колпачковых сетчатых провальных волнистых клапанных и чешуйчатых тарелок колпачковые тарелки в брагоперегонных и брагоректификационных аппаратах употребляются трех типов одноколпачковые двойного кипячения и много колпачковые одноколпачковые тарелки устанавливают в брагоперегонных аппаратах малой производительности до 1 тысячи дал сутки тарелка изготавливается из меди или чугуна в этой тарелке выходящий из горловины пар барботирует через текущую на тарелке жидкость ширина сечения кольца по которому течет жидкость не превышает 200 миллиметров вследствие одностороннего входа пара в барботируемую жидкость межфазный контакт не может быть совершенным для улучшения контакта устраивают колпачковые тарелки двойного кипячения такая тарелка отличается от одноколпачковой воротником благодаря наличию воротника пар поступает в жидкость с двух сторон что улучшает межфазный контакт скорость пара в колоннах оборудованных этими контактными устройствами не превосходит ноль целых семидесяти пяти сотых одного метра в секунду при расстоянии между тарелками ноль целых три десятых метра в сопертовой части брага перегонных аппаратов и в операционной ректификационной севушной и окончательной колоннах брага ректификационных аппаратов употребляются многоколпачковые тарелки с двумя типами сливных устройств а и б последний тип в котором слив происходит через сливную планку более целесообразен так как обеспечивает лучшее распределение жидкости по тарелке скорость пара в полном сечении колонны от 0,75 до 1 метра в секунду скорость пара в щелях тарелок принимается равной от пяти до пяти с половиной метра в секунду сетчатые тарелки также имеют сливные устройства которые целесообразно делать такими же как показано на слайде в тех колоннах где перегоняемая жидкость не имеет взвешенных частиц диаметр отверстий берется равным от двух с половиной до 4 миллиметров расстояние между отверстиями от 12 до 15 миллиметров скорость пара в полном осечении колонны должна быть не выше 0,7 метра в секунду скорость пара в отверстиях от четырех до пяти с половиной метров в секунду в броженных колоннах отверстия сетчатых тарелок берутся равными от 8 до 10 миллиметров а расстояние между ними от 20 до 25 миллиметров провальные тарелки этот тип тарелок отличается тем что тарелка работает противо точно в ней жидкость сливается через те же отверстие через которые поступает пар тарелка не имеет сливных устройств вследствие этого вся площадь тарелки является рабочей площадью что увеличивает производительность колонны провальные тарелки решетчатого типа как показано на слайде применялись кемеровским технологическим институтом пищевой промышленности при перегонке зерно-картофельной брашки из измельченного сырья было найдено что оптимальным является живое сечение от 15 до 21 процента при расстоянии между тарелками 300 миллиметров и ширине щелевидных отверстий 4 миллиметра скорость пара в полном сечении колонны может при этом достигать полтора метра в секунду при кпд тарелки 0,6 таким образом и скорость пара в полном сечении этой колонны примерно в полтора раза больше чем в колоннах с колпачковыми тарелками съем спирта достигал 120 килограмм метр кубический час против 77 килограмм на кубометр час в колонне с колпачковыми тарелками увеличение съема спирта достигнуто за счет увеличения скорости пара и за счет увеличения рабочей площади тарелки следует отметить что допускаемая нагрузка по жидкости также возрастает а гидравлическое сопротивление примерно в два раза меньше чем в колпачковых тарелках Сатарапинский изучал работу провальных тарелок при перегоне меласных бражек на слайде представлен график по которому можно определить допустимую скорость пара в полном сечении колонны зная расстояние между тарелками и живое сечение тарелки легко определить кпд провальной тарелки по графику представленному на слайде если мы имеем тарелку живым сечением 15 процентов то при отношении л большое к г большому равное 5 допустимая скорость пара омега пара будет равна 1,6 метра в секунду кпд тарелки при высоте аж большое 300 миллиметров будет равен 75 сотых отсюда следует что производительность колонны с провальными тарелками будет значительно выше производительности колонны с колпачковыми тарелками эти результаты получены на полупроизводственных установках при использовании провальных тарелок можно ожидать уменьшение расхода металла на сооружение колонна наряду с решетчатыми провальными тарелками могут быть применены и ситчатые провальные тарелки которые в отличие от ранее рассмотренных ситчатых тарелок не имеют сливных устройств волнистые тарелки являются одной из разновидностей провальных тарелок на слайде показано устройство волнистой желобковой тарелки вследствие волнообразной поверхности тарелок слив жидкости происходит во впадинах волн пар проходит через гребни волн что создает более равномерное условие обработажа волнистые тарелки имеют большую жесткость и могут быть изготовлены из-за тонколистового металла они могут работать в широком диапазоне нагрузок по жидкости и пару отверстия волнистых тарелок выполняются круглыми или щелевидными при помощи штамповки как и другие провальные тарелки волнистые тарелки допускают больше по сравнению с колпачковыми тарелками скорости пара по-видимому этот тип тарелок может быть использована для установки их во всех колоннах брагоперегонных и брагоректификационных аппаратов кроме брожных колон клапанные тарелки с целью выявления новых эффективных контактных устройств в кемеровском технологическом институте пищевой промышленности были проведены опыты по использованию в спиртовой промышленности клапанных тарелок отличающихся большой простотой устройства и разнообразием типов на слайде показаны тарелки с двумя типами клапанов на рисунке а пластинчатые клапаны с нижним ограничением подъема на рисунке б круглые клапаны с верхним ограничением подъема пластинчатые клапанные тарелки наиболее просты по устройству сами клапаны представляют собой пластины, перекрывающие отверстия тарелки. Пластины поднимаются только под давлением пара, открывая щель, через которую барботирует пар. Ограничители подъема того или иного типа не дают клапанам открываться более чем на некоторую определенную высоту. Клапанные тарелки соединяют в себе положительные качества колпачковых и ситчатых тарелок. Они имеют меньший перепад уровня жидкости, меньший унос, чем колпачковые и допускают работу в широком интервале нагрузок. Даже при скорости пара в полном сечении 1,6 метра в секунду, они имеют КПД равный 0,5. Съем спирта с единицей объема в колоннах с клапанными тарелками, согласно опытам, проведенным в полупроизводственном масштабе, превышает съем спирта с колпачковых тарелок. Опыта о длительной эксплуатации клапанных тарелок в производственном масштабе в спиртовой промышленности не имеется. Чешуйчатые тарелки. Этот вид контактных устройств относится к группе однонаправленных контактных устройств, в которых пары жидкость движутся в одном направлении. Отличаясь простотой устройства, они пригодны для чистых жидкостей, так и для жидкостей, содержащих взвеси. Устройства чешуйчатых тарелок и два типа чешуек показаны на слайде. Так как в чешуйчатых тарелках пар и жидкость движутся в одном направлении, и пар способствует движению жидкости, то уровень жидкости на тарелке остается почти постоянным, что обеспечивает равномерную работу тарелки. Этот тип тарелок обеспечивает высокую эффективность при работе в струйном режиме, когда скорость в щелях достигает и даже превосходит 12 метров в секунду. При оптимальном живом сечении, равном 10%, скорость пара в полном сечении колонны составит 1,2 метра в секунду. Она может быть и значительно выше, так как брызга унос на этих тарелках значительно ниже, чем в других типах тарелок. В этом видео мы рассмотрели конструкцию и принцип действия контактных устройств, брагоперегонных и брагоректификационных аппаратов. По ссылке в описании вы можете посмотреть другие видео, посвященные спиртовому производству. Подписывайтесь на канал, поставьте колокольчик уведомления, а в нем все уведомления, поставьте лайк, поделитесь этим видео в социальных сетях. Желаю вам всяческих успехов и до новых встреч!